Доброе, 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 хорошо, как вы себя чувствуете? Доброе, 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 доброе. Вот, я проверил. Одна собака. Но хорошая, хорошая. Вы знаете, что у собак есть язык. Например, если вы не хотите конфликтовать с собакой, никогда не идите на нее. Вот, собаки всегда, когда они друг друга не знают, они идут вот так вот как-то бочком. Поняли? Помните, да? Они друг к другу так идут бочком. А если хотят напасть, поругаться, то они идут прямиком. Поэтому, когда вы идете на собаку, она воспринимает это агрессивно. Когда так бочком, бочком. При этом всегда разговаривайте с собакой. Не важно, что вы говорите на каком языке. Собаке это не важно. Главное, что вы подаете ей обратную связь, она чувствует по вашей интонации, что вы живой человек, что вы как бы у вас нормальное к ней отношение. Понятно, да? Да, там. Вот, поэтому это важно для собаки. Ну, еще есть другие языки. Но тема у нас сегодня другая. Сегодня у нас тема, как расставлять приоритеты в служении и жизни. Вот. Почему я начал именно с этого? Потому что утро – это утро, вечер – это вечер. То есть вечером мы должны лечь раньше спать, чтобы утро наше началось вовремя. Вот. И в том числе с прогулки. В 1941 году, когда нацистская Германия вторглась в Польшу, но она перед этим вторглась в Чехословакию, вот, еще там куда-то. Это стало начало, вернее, это было в 1939 году, да. А в 1941 уже все было похуже. Вот. В 1939 году, когда она вторглась в Польшу, вы знаете, что у нацистов, у них была политика, как это правильно сказать, да, политика высшей расы, вот, и они начали поднимать все громче и громче еврейский вопрос, вот. Ну, вместе с евреями туда попадали цыгане и другие разные люди, и начали создаваться концлагеря, вот. И Австрия тоже оказалась под властью нацистской Германии. Кстати говоря, Гитлер был австрийцем, вы в курсе? Да, вот. И главный психиатр Вены, это столица Австрии, тоже попал в эту проблему. Звали его Виктор Франкл, вот, он был лучшим психиатром в стране, вот, но это ему не помогло. Все равно, в 1941 году, к концу, где-то, к 1941 года, его, его беременную жену, родителей и брата отправили в концлагерь. Вот, где он провел в общей сложности три года до освобождения своего, и за это время он потерял и жену с ребенком, и родителей, и старшего брата. Только сестра осталась жива, потому что она за месяц до того, как их схватили, уехала из Австрии. И его книга, которую я всем очень рекомендую, она была переведена больше, чем там, на 20 чем-то языков, пережила больше ста переизданий. Его книга называется «Человек в поисках смысла». Это книга, которая небольшая, порядка 150 страниц, она содержит информацию о том, как выживать, тогда, когда выживать очень сложно или невозможно. Вот, и из многих-многих цитат этой книги есть одна цитата «Когда ты не можешь изменить ситуацию, пришла пора изменять себя». Вот, то есть изменять отношение к ситуации, измениться внутри. Вот. А приоритеты в жизни, они… Это относится приблизительно к этому. Потому что есть то, что ты не можешь поменять. Ну, ты, например, человек. Ты не можешь это поменять. Вот. Ты все равно должен оставаться человеком. Вот. Мужчина, женщина, не важно. Вот. Сейчас, правда, придумали в постмодернистском обществе, придумали такое слово «гендер». Вот. Ты можешь себя объявить там «Я не человек, я майонез». Там или «Я не человек, я там…» «Я не мужчина, не женщина, я не бинарное создание». Вот. Ну, суть от этого не меняется. Как только я вас увижу в бане, я точно скажу, кто вы. Вот. Поэтому принцип простой. Когда есть ситуации, которые не подлежат изменению, но вы не можете дальше в этой ситуации, значит, нужно что-то менять здесь, вот тут. Собственно говоря, поэтому люди и приходят к профессионалам в области психического здоровья. И это одна из ключевых причин, почему в ЛГБТ, КЮ, и там другие буквы сейчас, вот, сообществе очень… Самое большое бремя душевных расстройств. Потому что люди, думая, что они как-то вот себя назовут, изменят, там, вот, вы помните, в моем детстве, по крайней мере, это конец Советского Союза, вот, вышел мультик такой. Приключения капитана Врункеля, помните? И там была «Яхта Победа», но она была беда, потому что первые две буквы отвалились, да? Вот, и эти приключения, вот эти, вот. Вот, очень интересно. Так вот, когда в твоей жизни, там, меняется название, суть от этого не меняется, ты должен плыть в своем путешествии жизненном. И чтобы не менялось, должны происходить внутренние изменения. Советского Союза больше нет. У вас в паспорте написано, где вы родились? А? Молдове, правда? У меня тоже написано, что я родился в Таджикистане. Да, но родился-то я не в Таджикистане, я родился в СССР. Потому что в системе базы данных, в мировой, слова СССР больше нет, как бы, оно, место рождения может быть, да. Но, понимаете, да? Есть вещи, которые что-то меняются, что-то не меняются, но нашей задачей является, иногда пересматривает свою жизнь, а это иногда должно происходить чаще, чем мы об этом думаем. Вот, поэтому давайте сделаем, у нас сегодня будет несколько упражнений. Вот, у вас есть блокнотики, ручки, вам выдавались, да? Пожалуйста, возьмите, возьмите блокнотики, ручки и еще вам листочки мы приготовили. Листочки, пожалуйста, возьмите. Листочки у нас должны быть еще. И сейчас мы с вами будем писать. Значит, это относится абсолютно ко всем. Вот, сейчас мы будем это делать. Но напрягать, заставлять я вас не буду, не хотите, не пишите, вам просто будет скучно. Если вы думаете, что вы такой суперумный, что все запомните, хорошо, думайте, об этом я не возражаю. Виктор Франкл тоже думал. Так, поэтому, пожалуйста, берите. Итак, сейчас мы будем делать упражнение на целеполагание. Вы знаете, что каждый человек живет с целями в жизни, правильно? Бесцельное существование, это неправильное существование, я даже не буду об этом говорить. То есть, у нас есть какие-то цели, у вас есть планы, цели? Есть, да? Да. Поэтому давайте, даже план ничего не делать, это тоже план. Не очень хороший, конечно, но если на полдня, то он неплохой в целом. Вот. Но вместе с этим давайте сделаем. Готовы? А что народ разбежался? Боится делать упражнения? Ага, за ручками побежали. За ручками побежали туда, они пропустят. Это начало. А там, если ты начало пропустил, то уже все. Так. Значит. Вы можете в телефоне делать упражнение, можете его писать. Если у вас пальцы работают, можете писать в телефоне. Итак, смотрите. Напишите, пожалуйста. Я даю вам ровно три минуты. Время у меня здесь на экране идет. Я даю вам ровно три минуты, чтобы написать три цели, глобальных таких целей, мощных таких планов, жизненных. Которые вы хотели бы осуществить до конца вашей земной жизни. Вот. До смерти. Что бы вы хотели осуществить? Такие вот цели, планы, такие мечты. Вот. Ну, больше целей. Потому что мечта – это такая цель без конца. А здесь нужна именно такая. Готовы? Время пошло. Три минуты. То есть, это то, что вы хотели бы сделать. Я бы так сказал. То, без чего бы вам было стыдно умереть. Спасибо. Если вам ничего в голову не приходит, могу подсказать там. Почистить зубы, например. Осталось 2 минуты 15 секунд. Это еще не все упражнения, я вас предупреждаю. Так. Не надо советоваться. Каждый индивидуально подходит к этому делу. Осталось 1 минута 40 секунд. Три глобальных цели. Осталось 1 минута 15 секунд. Так. Как там дела? получается написали только не пишите вот это бог семья это не цели потому что бог это не цель бог это бог семья это семья сформулируйте хотя бы у вас еще есть 33 секунды напишите что семья там развестись создать укрепить поняли то есть глаголы там должны быть прилагательные подлежащие сказуемые частицы так записали осталось 5 секунд хорошо теперь подчеркните внизу такое от отчеркните это и следующие три минуты напишите пожалуйста три цели минуты уже идут которые вы планировали бы сделать в ближайшие три года три года не надо всю жизнь три года ближайшие три года чтобы вы хотели осуществить три таких плана три цели три года они могут совпадать могут не совпадать но если они совпадают я начну думать что вы планируете прожить всего лишь три года но это ваш выбор вот но три года то есть сейчас у нас на пороге полгода уже двадцать четвертого года то есть 24 25 и 26 и до кусочек 27 то есть до лета 27 года что вы планируете сделать записывайте пожалуйста сами себе не советуйтесь не подглядывать так третий ряд второе кресло от центра тишина третий ряд спереди второе кресло от центра женщина в очках тишина мужчина не переставайте к сестрички так хорошо пишем написали кто еще пишет поднимите не свободную руку хорошо свободную руку свободно это которая без ручки так осталось меньше одной минуты давайте завершайте пожалуйста то должны быть цели абсолютно реальные цель это измеряемая штука то есть во времени то есть вы знаете что у вас есть три года на то чтобы ее осуществить вот и вы понимаете что это более менее реально может вы любите нереальные цели ставить я не знаю но я рекомендую вам все-таки реальность полминутки осталось даже меньше уже как там она идет идет вы вы горько пожалеете сегодня не пишете я вас уверяю горько он будете прямо на сердце будет такая тяжесть как при инфаркте задней стенки все время вышло подчеркиваете эти тоже три цели и так у нас уже есть шесть цели до до конца жизни три цели на ближайшие три года до уже шесть и теперь следующие три минуты время пошло запишите пожалуйста три цели три дела которое вы обязательно сделали бы если бы знали что вам остается жить девять месяцев вы точно знаете что через девять месяцев у вас не станет чтобы вы сделали обязательно вот 3 дела 3 цели обязательно пожалуйста не разговаривать не делиться не подсказывать потом на рефлексию потом Потом будет время в перерыве. Мужчины, задний ряд. Мужчины, задний ряд. Пастор. Мужчины, задний ряд. Как сказать мужчины по-румынски? Барбации. А как братья сказать? Фрацы. Фрацы, барбации. Так, Фрацы, барбации. Так. Идет процесс? Я вас отвлекаю от очень страшных целей. Вам остается жить 9 месяцев. Представьте, я вам говорю официально. Все. Вот представьте себе, что вам больше нет. Все. Три. Не надо делиться переживаниями. Делитесь самим собой. И это не смешно. 9 месяцев осталось. 9 месяцев и 1 минута и 30 секунд. Пу-пу-пу-пу-пу. Это должны быть конкретные дела. Конкретные цели. То есть, что-то там сделайте. Я подсказывать не буду. У каждого свое. Думайте, думайте. Так. Одна минута. Ладно, подскажу. Например, можете у кого-то попросить прощения. За 9 месяцев вы успеете это сделать. Я уверяю вас. Съездить в теплую страну какую-то. Не знаю. На Колыму. Возможно. 30 секунд осталось. Так. Готовы? Как у вас там? Смотрите, осталось 10 секунд. Ну как? 3. 3, 3, 3 должно быть. 9 и того. Да? Получилось? Может быть, вы в Камраде никогда не были. Съездить в Камрад. Все. Время вышло. Итак, в первой группе целей. Ну, например, я никогда не знал, что есть такой населенный пункт Чадыр-Лунга. Теперь я хочу туда съездить. Да. Но это не ближайшие мои цели, конечно. Так. Итак. Итак. В первой группе целей, которая до конца жизни. Отметьте ту, которую вы считаете приоритетной. Вот. Из трех первостепенной. Которая самая первая мы писали. Первые три. Помните? Мы писали до конца жизни. Вот. Просто отметьте там галочкой или подчеркните ее там. Обведите кружочком, не знаю, чем-то. Смайлик поставьте там. Отметили. В первой группе целей, да. Отметили? Приоритетную. Так. Во второй группе целей сделайте то же самое. Отметьте. Приоритетную. То, чтобы вы начали в первую очередь делать обязательно. Ну или наиважливейшую, как у нас говорят в Украине. Самую важную. Так. Отметили? Хорошо. И вот в этой последней группе целей, которая обычно ломает голову нам на 9 месяцев у нас, да. Отметьте ту, без осуществления которой вы точно не согласны умереть. То есть, вам нужно обязательно это было бы сделать. Отметьте. Отметили? Да? Хорошо. Отметьте. Посмотрите внимательно. Отметили? Хорошо. Добренько. Отложим пока это упражнение. Значит, теперь я задам вам вопрос. А вы должны записать у себя там дальше. Мой смысл жизни это. Запишите, пожалуйста. Мой смысл жизни это. И напишите буквально 4-5 слов. Не надо писать целое там. Сочинение. Несколько слов. Все. То есть, я, условно говоря, я живу на этой планете. Вот почему. Для того, чтобы. Понятно, да? Да. Даже мухи летают, я слышу. Отлично. Так. То есть, мой смысл жизни это. То есть, почему я здесь, на этой планете? Для чего я тут? Конкретно я. Не в общем человечество. А конкретно я. Вот. Я. Каждый из нас. Понятно, да? Вы вовремя пришли. Прямо на смысл жизни. Так. Итак. Записали? Даю вам еще там 10 секунд, не больше. Так. Записали? Хорошо. Следующий момент. Ниже пишите. Ниже пишите. Так. Если вы не знаете, для чего вы живете, так и напишите. Я не знаю. Пока не знаю. Это тоже честный ответ. Тоже принимается. Хорошо? Или там до сих пор не придумал. Можете написать. Слишком много писать. Тоже вариант. Тоже вариант. Вот. Вот. Готовы? Хорошо. Следующее. Пишите, пишите. Вы сейчас делаете очень важную вещь в жизни. Я рекомендую вам ее потом повторять. Хотя бы пару раз в году. Так. Счастье для меня это. Пишите, да? Хорошо. Такие молодцы вообще. Послушные, послушные. Правда, некоторые фратели барбаци не очень послушные. Послушные. Ну, кто такое. Да. Ну, фратели это по-итальянски. Да. Сорели все молодцы. Сорели все отлично. Все хорошо. Вот. Так. Фратели барбаци. Хорошо. Записали? Что для вас счастья? Записали? Или кто-то еще думает? Записали. Нет, еще молодой человек один думает. Думающий человек. Молодец. Это хорошо. Прошу. Так. Добрый. Идем дальше. Сейчас я вас прошу. Такой вопрос. И вы запишите ответ на него. Вопрос, может быть, странно будет звучать. Какие у меня перспективы? Мои перспективы это? Или моя перспектива это? Запишите ответ на этот вопрос. Не советоваться, не подсказывать. Моя перспектива это? Ну, то есть, что в будущем вас ждет? Запишите. В будущем меня ждет это. Рождение третьего ребенка. Я посмотрел на сестричку. Вот. Или. В будущем меня ждет обед. В будущем меня ждет вечная жизнь. В будущем меня ждет встреча с моими близкими. Я не знаю. Это вот от вас зависит. Я поэтому хочу понять вашу перспективу. Насколько далеко вы смотрите. Хорошо. Так. Записали? Перспективу записали свою? Как дела с перспективой? Нормально? Так. Хорошо. И теперь еще я хотел бы, чтобы вы записали вот что. Так как здесь большинство людей верит в Бога. Ну, кто-то, возможно, из вас верит сильно, кто-то не очень. Но, в любом случае. Запишите, пожалуйста, ответ на вопрос. Смысл моей вечной жизни заключается в. То есть, я вас спрашивал. Вы писали там чуть-чуть выше, в чем смысл вашей жизни в целом, да? А теперь, так как вы верите в Бога, а значит, вы живете вечной жизнью. Поэтому напишите, пожалуйста, в чем смысл вашей вечной жизни. Не сложно придумать смысл на 70 лет. Вы придумаете на вечность. А может, придумывать не надо. Может, уже вы придумали, спланировали. В 21-м тысячелетии моей жизни я буду делать это там. Смысл. Записали? Так. Пишите, пишите. Этот семинар записывается. Вы пишите, так что у вас будет возможность потом это обновить, подумать. Так. Это предпоследний вопрос. Потом я дам еще маленькое задание. И мы будем разговаривать. Хорошо? Я буду вам пояснять, к чему это все было. Издевательство над нервной системой. Прекрасный вторник утра. Так. Хорошо. Готовы? Смысл вашей вечной жизни записали? В телефон или на эту? Телефон, кстати, не вечный. Но хмарное сховыще по-украински. Облачное хранилище. Которое отправляется информацией с вашего телефона. Достаточно долгоиграющая штука. Мы в это верим. Итак. Записали? Итак, у нас получается несколько важных записей. Правда? Смотрите. Первое, что мы сделали, это упражнение на цели полагания. Мы определялись с главными целями в нашей жизни. И то, что вы подчеркнули или отметили галочкой, это и есть то, о чем вы думаете и мыслите. Ну, на сегодняшний день. Правильно? И там есть три цели. Правда? Три. Они такие неожиданные, возможно, возможно, ожиданные. Я не знаю, что там у них написано. Это вы знаете. Следующее, под целями вы написали смысл жизни. Да? Вот посмотрите внимательно на ваши цели и на ваш смысл. Они как бы друг с другом дружат или идут в разные стороны? Или параллельно? Подумайте об этом. Если дружат, прекрасно. То есть у вас все дома. Возможно. На первом этаже все дома. Сейчас посмотрим, что на втором этаже. Значит, как там на первом этаже? Все дома, нет? Ну, плюс-минус. То есть смысл и цели должны как-то быть родственниками, а не чужими людьми. Понятно, да? То есть они должны быть не параллельными, а точно смотреть в одну сторону. Да? И уж точно не в разные. Если в разные, тогда у вас будет внутренний конфликт. Понятно? Между смыслом и целями. Но у вас там еще написано слово счастье. Правда? Определение счастья. Так вот, посмотрите внимательно. Ваш смысл жизни и счастье дружат между собой или нет? Да. Как? Очень хорошо. Дружат, да? Да. Если дружат, то значит на втором этаже у вас точно все дома. Уже ближе к крыше мы подвигаемся. Крыша. Так? Итак, у вас, можно предположить, что у вас двухэтажный дом и в нем все дома и дружат между собой. Дружат? Хорошо. Возможно, нет. Возможно, не совсем. Я понимаю, что в зале не все люди идеальные. Хорошо. У нас там был еще один вопросик. Хитрый такой вопросик. Про перспективу. Да? Перспектива совпадает с тем, что вы написали? Плюс-минус. Если вы будете делать ваши цели и то, что у вас в перспективе, совпадает? Ага. Не у всех. Не у всех. То есть, получается, перспектива у вас одна, а цели вы запланировали другие. А смысл может быть третий. Видите? На чердаке, оказывается, живут мыши. Может быть такое. Вот. То есть, не все дома. Или пусто может быть на чердаке. Подумайте об этом. Вот. И, конечно же, сравните ваш смысл обычной жизни вашей и вечной. Они совпадают между собой? Смысл жизни в начале вы написали, а потом в конце. В вечной жизни. Совпадают они между собой? Плюс-минус. Параллельны? Параллельны. Хорошо. Хорошо. Вы поняли намек? То есть, в этом упражнении все должно быть гармонично. То есть, и цели, и смысл, и счастье. Все это должно быть гармонично. Но об этом нельзя рассказывать людям, которым вы будете проводить это упражнение. Человек должен сначала выложить то, что он думает, а потом уже ему рассказать, спросить, как оно. Это еще не вся тортура, которую я сейчас с вами буду проводить. Значит, теперь вопрос. Такой вопрос. Следующий вопрос. Вот ваш смысл, который вы сейчас написали, посмотрите на него. И ваше счастье. Ну и перспектива. Что-то из этого может у вас дьявол отобрать? Или жизнь, или случайность, или что-то. Например, это там семья, дети, дом. Если может, значит, вы в очень уязвимой ситуации. То есть, получается, что смысл, счастье и перспективу у вас может отобрать дьявол. Если он может это сделать, значит, упражнение надо будет переделывать. То есть, запомните, в этом-то и проблема нас, христиан, и вообще всех людей. Неважно, тут христианин, не христианин. Если смысл, а смысл, счастье, перспектива – это фундаментальные камни, по которым мы ходим постоянно. Это ниже чего ты не упадешь. Но если это можно забрать, ты летишь в пропасть. Уже куда-то ниже. Понятно, да? То есть, теперь нашей задачей является взять и подумать. А что же теперь туда положить в понятие смысла и в понятие счастья такого, что забрать нельзя? Что никто не может забрать. Вот как написано у апостола Павла. Кто отлучит нас от любви Божьей? Смерть, жизнь, меч, опасность. Чтоб вот так, чтоб ничего не могло забрать. Поняли, да? Потому что именно это, вот я недавно был в Херсоне, в командировке. И я ночую там обычно 2-3 дня, и это дом моих друзей. А их соседи, чудесные люди, мои земляки, вот они помогают мне. Там обычно готовят кушать там. Ну, вот, и у них несколько лет назад погиб сын на дороге в аварии. Он был дальнобойщиком, и другой дальнобойщик не рассчитал поворот, и две машины грузовых столкнулись, и он погиб. И для матери этого сына, сыну было 22 года, вот. Для матери этого сына жизнь закончилась, остановилась, 5 лет назад. То есть она каждый день, 3 года подряд ходила на кладбище, каждый день. Ни одного дня не пропустила. Сейчас она ходит раз в неделю. Я бы хотел, чтобы все, скажем так, клумбы всех городов выглядели так, как эта могилка. Идеально вылезана, с прекрасными цветочками, все, ландшафтный дизайн, все красиво. Поняли логику? Смысл ее жизни отобрали. Случайность непонятная, необъяснимая. Ну, люди не должны в 22 года умирать внезапно. Мы это знаем. И не в 20 лет, и не в 15, и не в 40. Ну, ближе там уже к 70-80, мы уже как-то с этим чуть-чуть смиряемся. А так нет. Потому что мы созданы жить вечно. Вопрос. Поэтому, смотрите, смысл жизни – это такое понятие, которое нужно так написать, чтобы оно у вас в голове звучало, и его нельзя было у вас забрать. Поняли, да? Например, подсказочки. Смысл жизни, например, может быть таким. Делать то, что хочет Бог. У вас никто никогда не сможет это забрать. Делать то, что хочет Бог. А туда входит воспитывать детей, растить семью, получать образование. Понятно? Или творить добро. Или делать этот мир лучше. Причем, обратите внимание, глагол, который я произношу, он с незавершенным действием. Не сделать этот мир лучше. Понятно? А делать – это глагол процесса. Понятно? То есть, то, что у вас нельзя отобрать. Поняли? У вас, даже если вы будете без рук, без ног, вот, и слепо-глухонемым человеком, но с опытом, вы сможете оставлять очень много следов в жизни. Понятно, да? То есть, оставлять следы в этой жизни. Понятно? Логика. Поэтому зафиксируйте, подправьте свой смысл. Допишите. И сформируйте его, переформируйте. Вот, например, в моей жизни однажды был момент, я ехал утром в Харьков в командировку, в субботу, и смысл жизни я переформатировал. То есть, у меня был до этого смысл жизни много лет. Делать добро. Делать добрые дела. Но потом я понял, что Бог не всегда хочет, чтобы я делал добрые дела. Иногда Он хочет, чтобы я посидел и не делал ничего. Чтобы мне сделали доброе дело. Вот. И это доброе дело для себя, по факту. Вот, для тела тоже надо позаботиться. Вот. И теперь мой смысл жизни, последние несколько лет делать то, что Господь хочет. Выполнять волю Божью. У него же есть какой-то план. Я не всегда знаю, что Он от меня хочет. Ну, в целом, Он написал уже давно в Святом Писании, что Он хочет. Но у меня сегодня план. Например, сейчас семинар, потом дорога, потом граница, потом в Киев. Успею я до комендантского часа сегодня? Не успею. Я не знаю, как граница пройдет. Понимаете, да? То есть, это процесс. И я говорю, Господи, Ты уже дальше подправляешь мой план. Потому что я же еду не просто так. Я возвращаюсь домой, к семье, на работу. Понимаете, да? То есть, это важный момент. Но если я это говорю, Господи, пусть будет воля Твоя, это значит, что? Я живу по воле Божьей. Делать так, как Он хочет. Ясно? И это забрать никто не может. Если вдруг что-то не пошло не так, говорю, Господи, ну тебе же виднее. Поняли, да? У тебя тогда нет повода расстроиться. И ты становишься неуязвимым для лукавого. То есть, ты живешь вечной жизнью. Второй момент. Слово счастье. Очень важное слово счастье. Вот со словом счастье больше проблем со смыслом жизни. Честно он.